А вот герою нашего следующего сюжета удалось взглянуть на мир из космоса. Герман Титов, первый в мире облетевший Землю 17 раз, преодолел за время своих полетов расстояние до Луны и обратно. О других достижениях великого космонавта вспоминали в Казанском Федеральном. Как покорялись звезды, смотрите в сюжете Алины Хангареевой. Первый среди первых. Именно так можно сказать о космонавте Германе Титове, который совершил прорыв. Провел в космосе 24 часа. Студентам Казанского Федерального посчастливилось побывать на уникальной встрече с коллегами и семьей великого космонавта. За короткие полтора часа ребята узнали множество действительно уникальных фактов о жизни Германа Титова. О том, как собирался в полет, преодолевал трудности и просто проживал 24 часа в космосе. Его жена Тамара Васильевна рассказала студентам, как простой советский мужчина был отобран из 3500 желающих и полетел. Полетел в космос спустя несколько месяцев после полета Юрия Гагарина. На вопрос студентов, тяжело ли быть женой космонавта, она просто ответила, что семья космонавта ничем не отличается от других простых советских семей. От жены в семье очень многое зависит, и я думаю, я это понимала. И поэтому мы в любви и согласии прожили с Гернусом Павловичем до его ухода из жизни, 43 года. Скажите, пожалуйста, что вы чувствовали, когда отправляли муж в космос? Неизвестность? Неизвестность, да, но это же его работа. И будь это другая работа, я бы ему также помогала. Эта встреча для студентов стала знаковой. Они из первых уст узнали о судьбе по-настоящему великого космонавта Германа Титова. Алина Хангареева, Руслан Урозаев, Юнивер Ньюз.